при поддержке g2a.com привет интернет какие же споры в тебе разгорелись с анонсом третьей мафии из-за цвета кожи главного героя она в целом понятно все таки мафия исконно итальянское явление да и серия всегда была про мафиози а афроамериканцы обычно образовывают банды и называют себя гангстерами но я же не мафия я гангстер от разные темы гангстеры уже не те но это все терминология куда важнее на мой взгляд тот факт что все эти организованные преступные группировки делятся по этническому признаку и крайне враждебно настроены друг другу так что представить себе совместную работу линкольна и вита в реальной жизни несколько затруднительно примерно с таких слов и началось мое интервью с главным сценаристом мафия 3 биллом хармсом так насколько же аутентичная история нас ждет вполне аутентичная мы провели исследовательскую работу и выяснили что в америке некоторые члены афроамериканских организованных преступных группировок долгое время работали с итальянцами в нью-йорке например были ники барнс и бампи джонсон которые тесно сотрудничали с итальянской мафией но тоже самое было и в верхнем среднем западе в детройте и чикаго есть даже городок йонгстаун в агайо который может и не шибко на слуху но он как раз знаменит историями про совместные дела афроамериканцев и итальянцев именно это мы и хотели отразить в игре с другой стороны у нас есть персонаж линкольна он в лучших традициях серии одаренный антигерой и один из его навыков сводить отчаянных на первый взгляд отчаянных людей вместе и объединять их для достижения общей цели это он и проворачивает с тремя своими подчиненными кассандрой берком и вито чем вы вдохновлялись по ходу написания истории источников было много и они касаются разных вещей разумеется важным аспектом игры является раса линкольн смешанных кровей к тому же у нас есть большой набор афроамериканских персонажей и мы хотели верно отразить его в условиях того временного периода за этим было просмотрено огромное количество документальных фильмов про ту эпоху прочитаны интервью с лидерами движений за гражданские права что касается преступной стороны вопроса конечно же кино есть например французский фильм про рок который оказал большое влияние город воров славные парни из пекла в общем большой набор фильм плюс я большую часть жизни являюсь огромным фанатом криминального жанра тут мне по вкусу так называемая классика был автор по имени джим томпсон который вообще написал с два десятка книг но самая знаменитая его работа убийца внутри меня сюда же преступления кидалы есть романы про паркера по одному из которых сняли фильм с мэлом гибсоном расплата был еще джордж хиггинс который написал друзей эди койла а также ремесло когана по которому сняли ограбление казино с брэдом питом так что список влияний огромен теперь ближе к самой игре нужно ли будет захватывать территории для продвижения по сюжету да нужно на то есть две причины во первых мафия 3 так построена с точки зрения игрового процесса во вторых это вписывается в историю как только сел маркана предает линкольна клэй пытается устранить преступную ячейку своего врага и подмять дела под себя и делает он это налетами на ключевые объекты мафии в нью бордо насколько уникальными будут побочные задания и будут ли они как-то дополнять сюжет у вас есть трое подчиненных и у каждого из них есть опциональный контент миссии этой троицы не обязательно связано с основным сюжетом но они раскрывают этих персонажей и их историю если вы например будете проходить побочные задания кассандры то разовьете с ней более тесные отношения и узнаете о ней больше как о личности тоже касается бита и бёрка у них также есть свои люди то есть это целый отдельный слой и если выполнять их задания то вы также получите новую информацию так что все завязано на развитие отношений которая и позволит узнать героев поближе а можно ли уехать за пределы карты как это было в первой мафии или новый город нельзя покинуть да в игре есть только нью бордо и все действия проходят в нем давайте тогда поговорим про сам город нью бордо который вы не раз называли главным героем игры но что делает его живым что заставляет его дышать ряд вещей вообще новый орлеан крайне культовый город не только в америке но и во всем мире стоит только произнести его название и даже если люди ни разу там не были они сразу рисуют у себя в голове определенную картинку и мы очень хотели передать этот колорит и настроение если вы допустим пройдетесь по французскому кварталу то увидите народ на вечеринках услышите музыку из баров на углах улиц будут стоять музыканты и играть на своих инструментах пока вокруг будут толпиться люди а другой частью этого мира являются разговоры мы прописали огромное количество бесед прямо тысячи строк диалогов и по всему городу люди будут не только комментировать какие-то действия игрока но и обсуждать реально происходившие в 1968 году вещи например в игре есть разговор двух женщин которые говорят об экстрадиции джеймса эрл рэя который убил мартина лютера после убийства кинга он скрылся в англии но через несколько месяцев нам удалось его вернуть так что мы ссылаемся на реальные события и мне кажется что это помогает создать ощущение живости города когда люди понимают что происходит в их мире и обсуждают это на как люди реагируют на линкольна будут ли бандиты и обычные прохожие узнавать его на улице что касается города то он как бы многоуровневый по улицам ходят пешеходы и они по-разному относятся к линкольну просто потому что на дворе 1968 год стране идет борьба за гражданские права и все в таком духе так что в зависимости от района на клэя будут по-всякому реагировать при прогулках просто потому кто он такой и дело тут не обязательно в имени а в том что он за человек то есть если вы заедете фриска филдс богатый сектор белых то там к линкольну будут относиться иначе чем например люди из дел рэй холлу где живут в основном афроамериканцы что касается бандитов то безусловно есть моменты когда они узнают линкольна и называют его по имени например в игре есть так называемая месть это моменты когда сэл маркана решает нанести ответный удар линкольну то есть едете вы себе спокойно по городу и внезапно на вас налетают со всех сторон и начинается перестрелка и уж эти налетчики точно знают кто вы такой все ли банды ведут себя одинаково у нас есть разные архетипы врагов все они так или иначе вооружены например ребята с дробовиком частенько стараются подойти вплотную они скажем так не боятся вас будут рваться в бой и пытаться вас застрелить другие в зависимости от оружия могут держаться чуть подальше и вести огонь из-за укрытия чем игрок сможет развлечь себя после прохождения сюжета мы пока что не распространяемся по поводу того что случится после финала могу лишь сказать что после прохождения у вас будет возможность вернуться в город чтобы например собрать пропущенные по пути коллекционные предметы и завершить другие дела теперь более серьезный вопрос мешали ли вам каким-то образом при написании сценария такие вещи из реальной жизни как толерантность и общественное мнение или же вы можете сказать что у вас была полная свобода при создании истории как я уже говорил нам важно создать аутентичную историю и показать происходившие в 1968 году в этом вся суть серии мафия отразить конкретное место и время и в этом плане мы очень много внимания уделили исследовательской работе чтобы передать всю суть того момента в американской истории в итоге вы играете за линкольна и мы позволяем вам почувствовать этот мир в шкуре клея но в то же время и ощутить на себе какого человека в линкольне видит мир ну и напоследок как часто мы услышим крик вильгельма не могу никак прокомментировать крик вильгельма в течение года и 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 Субтитры сделал DimaTorzok